Валерий, смотрите, ситуация вот какая. Говорит Лукашенко, что белорусские солдаты не берут участие в войне на территории Украины. Но это же неправда, потому что и наши ЗСУ в генштабе говорят, что есть добровольцы, которые не являются комбатантами, но тем не менее воюют в составе русской армии. Это же правда? Есть у вас такие данные? Вы можете это подтвердить? Да, есть, но это люди, которые воюют в индивидуальном порядке, в частных военных компаниях ЧВК России. То есть, ну тут как бы государство белорусское в этом процессе никак не участвует. А если они вернутся домой, какое будет к ним отношение? Это будут преступники или нет? А по белорусскому законодательству все наемники, воюющие в иностранных войсках, нарушают белорусское законодательство. Будут ли они привлечены к ответственности, это другой вопрос. Ну, потому что те, кто воюет за нас, за украинский народ, белорусы, спасибо им за это большое, они будут точно считаться преступниками. Вот с этими не до конца будет понятно. Да, я хочу сказать, что родственники тех военнослужащих, которые воюют на стороне Украины, там полк Калиновского, погоня, вот их в Белоруссии преследуют, приходят к их родителям и другим близким родственникам, обыски проводят. То есть, это уже такое давление. А вот что касается тех людей, которые воюют на стороне России, я такого не слушаю. Ну, давайте еще вот вас спрошу, некоторые военные, какое-то количество уже появляются, русских я имею в виду, россиян, появляются в Белоруссии, и я видел, что появляются сообщения, что они там делают преступные действия против белорусского народа, то есть ограбления и изнасилования. Есть такая информация, вы можете это подтвердить? Я такой информации, подтвержденной, пока не знаю и не слышал. Спасибо. Вот это просто важно, там приводились цифры, что уже 9, по крайней мере, из-за ограбления. Ну, такое, если в Беларуси об этом не знают, это, ну, как бы, хорошо. Может, и такого и нет. Ну, а по поводу вот этих всех военных действий, которые предпринимает Российская Федерация на территории Беларуси, чем они там заняты? И готова ли Беларусь встречать еще войска и в каком количестве? Да, есть информация о том, что в Беларуси готовится инфраструктура для принятия российских военнослужащих, скорее всего, вновь мобилизованных мужчин на войну. И так освобождаются там какие-то ангары, еще какие-то железная дорога к этому готовится. Пока непонятна функция этих новых воинских российских подразделений. То ли они готовятся к какой-то атаке на Украину, то ли просто их сюда привозят для того, чтобы здесь их учить, воевать, как бы обучение производить, может быть, с помощью белорусских инструкторов. Вот пока в этом вопросе ясности нет. А по поводу Лукашенко, он может опять дать плацдарм для наступления на Украину, то есть территорию своей страны? А проблема в том, что я боюсь, что от Лукашенко это уже никак не зависит. Вот вопрос об участии белорусских военнослужащих в этой войне на территории Украины, вот это действительно зависит от Лукашенко. От того, такой он приказ даст или не даст. А вот использование белорусской территории российским и военнослужащим, я думаю, что вот в этом вопросе Лукашенко просто как бы информирует, ставит в известность, что собираются делать здесь российские военнослужащие. К сожалению, Беларусь в значительной мере утратила военный суверенитет именно вот в этом плане. Валерия, скажите, а может быть такое, что Путин предпримет какие-то действия против Лукашенко, ну там уберет его от власти и кого-то своего поставит, чтобы уже точно все порешать? Есть такая возможность? Не, ну теоретически, конечно, можно любые схемы строить, но я думаю, что это маловероятно, потому что это ведь всегда риск. Нет никакой гарантии, что этим процессом отстранения Лукашенко и назначения какого-то другого человека можно управлять, потому что как только Лукашенко уходит, Лукашенко главная фигура белорусского политического режима, Лукашенко уходит и что начнется потом совершенно непонятно, потому что в персоналистских, авторитарных режимах уход лидера с должности это всегда политический кризис и на арену тут как бы может вступить и оппозиция, и общество, и Запад. Это очень рискованная игра, особенно в условиях войны, поэтому я не думаю, что Россия на это решится, потому что Лукашенко, каким бы он ни был, он понятен, он в определенной мере надежен, ему некуда бежать на Запад, и по большому счету Россию он устраивает, ну не на 100%, процентов на 70-80%, а вот любая другая операция, она просто создает элемент риска и неопределенности, причем риска для России, для российских интересов. Поэтому я не думаю, что это возможно, тем более, я думаю, что теперь в Москве не до Беларуси, не до Лукашенко хотя бы ей раскребать ту кашу, которую она заварила в Украине. Валерий, еще хочется услышать ваше мнение. У нас сейчас разные представители власти говорят о том, что если Россия с территории Беларуси начнет вторжение повторное, то ли на Киев, то ли на другие там направления, мы будем бить на территории Беларуси, их насколько мы будем доставать для того, чтобы остановить эту навалу. Это вызывает какую-то реакцию в беларусском обществе? Ну, понятное дело, что беларусское общество не хотело бы этого, не хотело бы реальной войны. Исциологические опросы показывают, что часть людей, которые поддерживают участие Беларуси в этой войне, она очень мизерная. По вопросу об участии беларусских военнослужащих и вообще Беларуси в этой войне, в расколотом беларусском обществе есть консенсус. Это чужая война, это не наша война, мы в этом не должны участвовать. И по этому вопросу есть совпадение позиций противников Лукашенко и сторонников Лукашенко. Поэтому понятно, что это самый негативный сценарий, который может быть. Ну, а вообще вы думаете, все-таки удастся Лукашенко пропетлять между капельками опять и не пойти в союз с Путиным войсками? Я думаю, что скорее всего удастся, потому что, по-первых, война очень непопулярна в беларусском обществе, Лукашенко это понимает и не хотел бы рисковать. И второй момент, война идет неудачно для России. Если бы война шла удачно, ну тогда можно было бы присоединиться и получить какие-то военные трофеи, какие-то дивиденды политические, экономические. А присоединяться к лозору, ну как бы это глупо просто. Согласен с вами. Еще хочу вас, Валерий, спросить по поводу этих всех учений. Опять же, что Лукашенко рассказывает, что мы будем продолжать делать, там подняли по тревоге, там какие-то мобилизации, там учения руководства армейского, каких-то высших чинов. Что сейчас происходит в Белоруссии? Да, это перманентный процесс, который начался с момента начала войны. И смысл его, во-первых, в том, чтобы создавать модель осажденной крепости, мобилизовать своих сторонников, госаппарат, силовиков. Ну и с другой стороны, это демонстрация лояльности России. Дескать, смотрите, мы вот тут на страже. Мы тут держим под угрозой северную границу Украины. Тем самым отвлекаем часть украинских войск от войны на Донбассе. Вот, поэтому не требуйте от нас ничего большего. Мы тут защищаем Россию от НАТО, которая может ударить там со стороны Польши, со стороны Литвы. Вот, и вот эту функцию выполняет эта мобилизация. Ну и плюс, Лукашенко действительно опасается, что те подразделения белорусские, которые воюют на стороне Украины, в случае победы Украины, могут повернуться и пойти, как они сами говорят, освобождать Беларусь от Лукашенко. Лукашенко это воспринимает серьез. И это вот мобилизация, это тоже элемент, ну, противодействия, возможно, этим планам. Спасибо вам большое за разговор, за то, что рассказали, что происходит нам в стране, которая к нам дружна, да, но от ней правят такие вот люди, как Лукашенко, и поэтому они стоят помощниками сил, силам зла, что называется. Дякую вам, пане Валерию, друзья. Вам нагадаю, что Валерий Карбалевич, белорусский журналист и политолог, долучался до нашего эфира. Продолжение следует...